С начала 2013 года в системе образования, в том числе дошкольного, произошло немало изменений. Необходимость их давно назрела и вполне обоснована. Изменения в частности коснулись родительской платы за детский сад. Прежнее законодательство предусматривало внесение платы за дошкольное образовательное учреждение в размере не более 20% от стоимости содержания на одного ребенка. Сейчас в новом законе 100% родители могут платить, но они получают просто компенсацию за одного ребенка от этих 100% по содержанию 20%, за двоих детей, если в садик ходит 50%, за троих 70%. Сегодня содержание одного ребенка в детском саду обходится в 11 тысяч рублей. Региональные и муниципальные власти могли бы перейти на рыночные рельсы. То есть муниципалитет на вполне законных основаниях может установить плату за детсад, к примеру, в размере 8 тысяч рублей, при этом давая определенный процент компенсации. Но такой путь не для нас, говорят местные власти. Таких ошибок, конечно, здесь совершать никто не будет. У нас все-таки регион, он всегда был социально ориентированный, губернатор следит. Вот, конечно, в разы повышения этой ответственности по детским садам не будет, никто на это не пойдет. Будут различные способы возмещения, дотации, учитывать. Потому что по коммунальщикам, вот видите, со всеми компаниями, с управляющими, сейчас скандалы потрясают всю практически страну. Как-то у нас еще здесь все равно губернатор за этим всегда следил, и мы, как депутаты, тут всегда за этим следим. На последней сессии Беловские парламентарии приняли решение повысить размер родительской платы за детский сад всего на 200 рублей. То есть с 1 марта текущего года она составляет 2 тысячи рублей. По семейному бюджету это повышение не ударит, а все социальные льготы сохранятся в полном объеме. Продолжение следует...